Химия, если и не смысл их жизни, то важна её часть. Сотрудники промышленной группы «Фосфорит» отметили свой профессиональный праздник. Передовиков отрасли поздравляют руководители предприятия. Я хотел бы всех поздравить работников промышленной группы, работников сторонних организаций с нашим общим праздником – Днём химика. Поблагодарить всех за совместную работу, а всем пожелать крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов. И хотя торжества проходят на предприятии, униформу химики всё же сменили на нарядные платья и костюмы. Инженеры, аппаратчики, слесари, сварщики и награды вручают целой плеяде талантливых специалистов. У каждого ответственная работа. У нас главная задача стоит, чтобы фосфорит не простаивал. Всё от этого и складывается. Где-то чего-то сломалось, мы должны отреагировать, отремонтировать, чтобы как можно меньше было простое, и фосфорит выполнял план. Валерий Бизинцев профессии 19 лет. Сегодня под его руководством трудится 170 человек. О себе, Валерий говорит, без лишней скромности. Он хороший начальник. Всякое бывает. Людям надо подход просто иметь, и всё. Почти 30 сотрудников были отмечены грамотами и подарками. Среди них и самая престижная благодарность от Министерства промышленности и торговли. Её получила Ольга Докшинов. Фосфориту она отдала большую часть жизни. Говорит, в выборе не ошиблась. Как видите, 30 лет и всё нормально. Сколько дней вы занимаетесь? Учитесь, читаете? А сколько часов в день? Чуть не отзаять, а заей. Какой ты молодец! Ещё не волшебник, но старается им стать. Десятиклассник Никита Глухоедов серьёзно занимается своим образованием. В прошлом году юноша прошёл финал Всероссийской олимпиады по химии. С царицей наук, конечно, связаны планы на будущее. Я надеюсь окончить химический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и пойти работать по призванию. Будущие коллеги Никиты – химики по призванию и по семейной традиции. В отрасли работали бабушка и прабабушка Павла Давыдкина. Сам начинал мастером смены на производстве серной кислоты. Пять лет ударного труда. И он – заместитель начальника. Самое главное, наверное, относиться с пониманием, с добросовестно, относиться к своим обязанностям, соблюдать технику безопасности труда у нас на первом месте. Ну и тут уже, наверное, как ты внимательно к своим обязанностям отнёсся, так оно и в жизни вернётся. То есть, ему нужно прикладывать много усилий, чтобы чего-то добиться. Сегодня фосфорит – это крупнейшее предприятие по выпуску минеральных удобрений, кормовых фосфатов на северо-западе страны. Трудовые достижения каждого сотрудника обеспечивают ежегодный рост производительности. Ожидается он и в этом году. В планах фосфорита обеспечить потребителей рекордным миллионам тонн минеральных удобрений.